Доброе утро, дорогие друзья! Очень рад приветствовать вас в информационном блоке от Славянской Церкви 27 дня здесь в городе Сакраменто. Среда! И в первую очередь я хочу напомнить вам, что сегодня в 7 часов вечера по адресу 4837 Марконио в Нью-Кармайкл будет очередная встреча клуба Сфера. Кроме того, что мы сможем поддержать друг друга духовно, вас ждет еще очень интересная тема, которая будет касаться государственных субсидий. А именно, Велфер, ССА, Фудстемпы. Каким образом можно получить эту помощь? Кто на нее может рассчитывать? Почему она бывает разной, у кого-то больше, у кого-то меньше? При каких обстоятельствах вы можете потерять эту помощь? И многие другие вопросы. Так что, друзья, ждем вас сегодня вечером в 7 часов. Переходите сами, приглашайте ваших друзей, будет очень и очень интересно. Уже в эту пятницу в 7 часов вечера будет первая встреча с Юрием Бондаренко. Я уверен, что эти встречи принесут очень много благословений и духовных, и психологических, так как Юра является доктором-психиатром. Он поможет нам найти ответы на те вопросы, которые сегодня в последнее время в связи с разными обстоятельствами в мире и в странах, из которых мы приехали, и они, скажем так, ну, делают нашу жизнь очень непростой. Поэтому тоже прошу вас, приглашайте ваших друзей, знакомых, приходите сами. Очень важно, чтобы вы лично присутствовали в зале на этих встречах, так как этот контакт зрительный, он имеет особенное значение. Ну и еще одна деталь. Всегда есть возможность позадавать вопросы уже после эфира, и это тоже очень интересно. Поэтому, друзья, ждем вас в эту пятницу в 7 часов вечера по тому же адресу 4837 Маркони Ваню Кармайкл. Ну а в субботу утром на утреннем служении и вечером в 5 часов будут очередные две встречи с Юрием Бондаренко. Так что ждем вас, не пропустите ни одну из них. Хочу напомнить о предложении от Ларисы Калиновской. Я думаю, вы помните, да, это наша сестра, которая живет в городке Ниранда, Калифорния. Она готова принять к себе, пожить в семью до семи человек. Ее номер телефона вы сейчас видите внизу. Если вас это интересует, она готова принять их бесплатно взамен за услугу, там, помощь по дому, какие-то там небольшие поездки в магазины. Я думаю, что те, кто нуждается в этом, в таком жилье в данный момент, думаю, это будет очень хорошее сотрудничество. Но кроме этого, она сказала, что есть еще одно интересное предложение от церкви в этом же городке Ниранда. Небольшая церквушка, немного членов церкви, но они готовы тоже сдать жилье. Это трехбедронный мобил хом. Они готовы сдать его в аренду за 500 долларов. Кроме этой платы, они просто, чтобы человек или люди, которые будут там жить, чтобы они ухаживали за газоном, ну и поддерживали порядок церкви. Но церковь небольшая, как я уже сказал. Так что, если вас интересует какое-либо из этих двух предложений, пожалуйста, звоните или пишите в первую очередь нашей сестре Ларисе по этому же номеру. Думаю, она сможет вам дать ответы на те вопросы, которые вас интересуют. По большому счету, это все из блока объявлений. Хочу только напомнить, что мы продолжаем молиться за нашу сестру Ларису Подоляка, за Сергея Долина. Также просьба молиться за нашу сестру Нилу Самуляк. У нее тоже проблемы со здоровьем. Ну и, конечно же, мы не перестаем молиться за окончание войны в Украине на Ближнем Востоке, в регулировании этих конфликтов, так как это более переживание нашего сердца. В заключение хочу прочитать текст из Священного Писания. Это Псалом 7, 16 и 17 стихи. «Кто рыл и выкопал яму, сам в нее упадет. Зло его к нему же и вернется. На него обратится его жестокость». Такие непростые слова, но очень поучительные. Они, по большому счету, призывают нас прощать, любить, не отвечать злом на зло и не строить никакие козни другому. Потому что, как позже будет сказано уже в Новом Завете, что человек сеет, то он и пошнет. Дай Бог, чтобы в нашей жизни мы сеяли только добрые, светлые и то, что будет благословением для других людей. Желаю вам всего самого наилучшего. Жду вас сегодня вечером в 7 часов на встрече клуба «Сфера». В пятницу в 7 часов вечера на первой встрече с Юрием Бондаренко. Ну и в субботу на утреннем и вечернем служениях тоже у нас в гостях Юрий Бондаренко. Всего вам хорошего, дорогие друзья. Продолжение следует...